Благоустройство – одно из тем, которое сегодня уделяется большое внимание со стороны руководства города. К важной миссии по озеленению и украшению присоединяются и дошкольные учреждения. Если сад номер 75 находится в самой глубине микрорайона Граевка, несмотря на удаленность от центра города, красота и ухоженность, созданная вокруг учреждений и внутри его администрации, воспитателями, родителями сада, просто удивляет. Эстетическое образование здесь прежде всего. Это уже на протяжении лет 15 мы благоустраиваем наш детский сад, потому что для нас он стал уже любимый и хочется, чтобы и дети, и родители, и сотрудники, приходя сюда, получали положительные эмоции. И плюс, конечно же, куда же без эстетики. В рамках мониторинга готовности учреждений к новому учебному году комиссия Ленинского района обращает внимание на все. Внешний вид сада, его оснащенность, условия пребывания детей, безопасность. И действительно приятно, когда все это руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений держат на контроле. Первое, основное, на что мы обращаем внимание, это, конечно же, на безопасность пребывания наших детей в учреждениях образования. Воспитанников дошкольного в детских и дошкольных учреждениях, детей школьников в учреждениях образования в школах. В первую очередь, на что мы обращаем внимание, по безопасности, конечно, это кровли. Поэтому в этом году мы отремонтировали все кровли, где у нас были проблемные, в учреждениях образования района. Далее огромное внимание уделяем безопасности в плане пешеходных путей, то есть благоустройству территорий. По этому году, конечно, бюджетных вливаний было незначительно в благоустройство территорий. Вместе с тем, с помощью шефов отдельное учреждение образования мы смогли благоустроить. Что такое индивидуальный подход, знает администрация детского сада номер 80. Здесь даже летом отдельный блок обучения проводится лично с каждым нуждающимся в этом ребенком. Педагогическая составляющая в саду успешно сочетается с эстетической. Своим примером воспитатели показывают и рассказывают детям, как нужно поддерживать, беречь чистоту и красоту в своих учреждениях. И такой подход не единичен, отмечают в администрации Ленинского района. По всем садикам за эту неделю идет приемка ежедневно. Где-то 6-5 садиков принимается комиссионно. Состав комиссии большой, около 14 человек. Всегда ходит МЧС, и Центр генной эпидемиологии, конечно, и управление образованием сотрудники. В различных сферах проверяется все. В первую очередь, чтобы было безопасно. Безопасно для детей, те, которые придут в садики, и те, которые придут 1 сентября в школу. Конечно, каждое лето все дошкольные учреждения стараются провести косметический ремонт, оборудовать группы. И очень важно, что в последние несколько лет все больше красоты появляется на улице. Она не только привлекает внимание, но и радует глаз. Об этом знают не понаслышке в 51-м детском саду. В 2019-м руководители учреждения вместе с коллегами разработали целый план по озеленению. В этом году очень активно работала комиссия. Решили сделать какой-то европейский дизайн. Тем более, что кустарники и деревья, которые были посажены со дня открытия сада, уже и морально устарели, и уже требовали сноса. И пошли в этом году по принципу озеленения современными кустарниками, современными деревьями. Большой акцент сделали на озеленение многолетними растениями. Рядом с многолетними привычными глазу растениями появились и экзотические сорта. Многие уже прижились в таком непостоянном белорусском климате. Интересные такие растения у нас есть. Ива-нана и ива-хакура-нашики, которые перспективы будут очень яркими. Мы посадили их на солнечных местах, и они будут радовать нас, наших воспитанников. Приемки учебных заведений Ленинского района продлятся вплоть до 20 августа. По итогу каждое учреждение должно получить паспорт готовности для продолжения своей деятельности.